Невилет – супер ожидаемый персонаж в последнее время. По многим факторам он привлекает игроков Геншина, а с недавнего релиза как игрового персонажа стал ещё популярнее. В этом видео я хочу сделать его краткий обзор, тут не будет всяких цифр и всего такого. Нет, тут будет чисто мнение, то что он может, то что он умеет и всякое такое. В общем, вкратце дам вам понять, что он из себя представляет, так что подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вам такое интересно, ведь такого, думаю, на моём канале ещё будет много. Но и не забывайте смотреть в описании, там указан мой телеграм-канал, обязательно переходите после просмотра ролика. Невилет – очередной гидрокаталист, их уже в игре достаточно много, но он немножко другой. Дело в том, что у него всё-таки есть ДД-потенциал, собственно, через это он и играется. Ну, конечно, другие гидрокаталистки могут это делать, но, к сожалению, не с такой эффективностью, как он. Обычные атаки, как обычные атаки, про них я рассказывать ничего не буду, просто обычные атаки речки. По процентам тоже говорить ничего не буду, это неинтересно. Заряженная атака Невилета – это что-то с чем-то. Он встаёт и собирает просто всю воду и направляет на врага, это если рассказывать вкратце. И этой большой струёй воды он может управлять вправо-налево-вверх-вниз. Что уже нам говорит о том, что, да, всё-таки бутоны будут взрываться очень и очень хорошо. У нас эта дилемма продолжается с бутонами, никуда она не уходит. Также при этом, создавая капли, он их может поглощать, и с каждой поглощённой каплей печать будет восстанавливать хп всё быстрее. Только Невилету в зависимости от его макс хп. Ну, а сейчас я вам посоветую Genshin Drop. Это сайт, где вы можете купить примагемы и луну дешевле, чем в игре. От вас требуется только ID. Всё придёт быстро на ваш аккаунт, так что не бойтесь. Вся нужная информация указана в описании. Так что пользуйтесь Genshin Drop. В общем-то что, да, заряженная атака, конечно, даёт. Это суперзаряженная атака, похожа чем-то на дракона. Собственно, он не является драконом, но не превращается. Может, кто-то этого ждал, но нет. Невилет из своей пасти просто вырывает гидроурон повсюду. В общем, очень крутая заряженная атака, пожалуй, одна из самых мощных в игре именно по потенциалу. Это дело хорошо, конечно, будет играться с Дендро, ибо бутоны мы все это прекрасно знаем. И, наверное, Невилет всё-таки и через это будет играться. Но и в других пачках он, в принципе, будет себя ощущать очень и очень круто, например, в заморозке. Знаете, так, поставил, значит, ульту гонюй, а потом берёшь Невилета и всех замораживаешь, да ещё и урон наносишь. Так что очень и очень это круто. Да, кстати, Невилету нужно ХП, ибо ХП очень сильно его может бустануть, так что всё-таки он будет собираться так. Это очень и очень круто. Я не знаю, мне нравится такая сборка, потому что, ну мы уже привыкли, если есть ДД, то у него сборка вот типичная. Его не через ХП, его нужно собирать именно вот так. Так, максимально крита или шанс крита и очень много силы атаки, но тут немножко по-другому. Тут именно можно искать его ХП. Так что да, это очень и очень круто и что-то развивается у нас хотя бы. И да, заряженная атака не расходует у вас выносливость. Но если у вас будет больше 50 ХП, 50% ХП, то он, собственно, будет терять свои ХП. Ну и заряженная атака не длится постоянно, она длится всего несколько секунд. Да и вообще, по большей части ХП очень сильно важно для него, оно напрямую влияет на урон. Ешка Невилета, его элементальный навык очень и очень простой. Он его выпускает и просто наносит мизерный урон. Генерирует 3 капли, которые помогают больше наносить урону Невилету, его заряженной атакой. Так что это нужно всё для этого. Думаю, многие уже поняли, что это всего лишь нужно для стоячего Невилета. Который будет просто стоять, наносить урон, делать реакции и всё подобное. Да, это, конечно, скучный геймплей, но то, что есть. Но вот, кстати, анимации не подкачали. Они очень интересные и очень красивые. Видно, что на этот раз потратили очень и очень много денег и, пожалуй, самый красивый персонаж в этом аспекте. Ульта Невилета очень и очень тоже простая. Взывает большую волну из гидроурона. Гидроурон не очень большой. Создаёт 6 капель. Уже понятно для чего. Каплями он может восстановить своё хп. Вот вам я и рассказал всю основную информацию. Тут вы уже, конечно, поняли. Капли ему нужны, чтобы увеличивать урон и иногда восстанавливать своё хп. Это будет, конечно, немного скучно, но то, что есть, если он ваша вайфу, то, конечно. Вайфу фактор вообще тут постоянно влияет, так что это нужно понимать. Такой, не побоюсь этого слова, топорный геймплей. Мы, конечно, к нему привыкли. Ну, скольких персонажей есть подобный геймплей. И, в принципе, мы на это, конечно, ругаемся, но всё равно играем за этих персонажей. Так что в этом что-то есть. Ну, пассивки и созвездия, конечно, понятно, откуда все берут обзорщики. Давайте так, это слишком долго затянется. И просто я вам скажу одну вещь. Это всё сосёт для того, чтобы увеличивать заряженную атаку. Да, вам там увеличат урон от реакции. Это, в принципе, всё понятно. И даже очень скучно это объяснять. Ну, зачем? Просто всё нафиг бустит. И С6 нёвелит. Это очень и очень круто. Но, кстати, он не очень сильно зависит от созвездий, по моему мнению. Так что можете смело его выбивать. Куда более полезней будет подвести вердикт. Что это за персонаж? Что он может? Конечно, что он может мы уже разобрали в какой-то степени. Не в какой-то степени, а всё-таки полностью. Потому что, ну, игра от заряженной атаки и есть игра от заряженной атаки. Ну, что тут можно разбирать? Нёвелит – это красивые анимации, хороший урон, необычный персонаж из-за того, что его нужно собирать в ВХП, а сам он является ДДшником. И очень и очень неплохим, очень хорошим. Думаю, что главная мысль – это то, что Гидра наконец-то начало развиваться, потому что было непонятно уже, что он из себя представляет. А тут появляется уже что-то интересное, и в принципе можно разглядеть что-то в этом элементе, потому что он очень и очень долго спал. И вот у нас появляется Фонтейн, это Гидрорегион, и Гидроперсонажи, конечно, по большей части будут выходить. И очень интересная теория о том, что вот возьмём какой-нибудь регион, да, и там какой-нибудь регион, он, конечно, поклоняется одному Архонту, у которого одна стихия. Ну, например, Электро. И я так считаю, что в Инадзуме должны быть эталонные Электро-персонажи, им и является Райден. Да и не только Райден там. Показателем, каким должны быть, собственно, персонажи этого элемента. Это всего лишь моё мнение, может кто-нибудь тоже так думает, но, наверное, всё-таки нет, потому что я нигде этого не слышал. Но если да, пишите в комментарии. В общем-то, Невелит добротный персонаж, с хорошим уроном. Ну, это мы, конечно, всё посмотрим, но уже всё намекает на то, что так будет. С необычной сборкой. Вот и всё. И очень хорошими анимациями. Ну, а если этот разбор был чем-то полезен, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь это очень важно. А я с вами прощаюсь и, надеюсь, мы ещё увидимся. Не забывайте смотреть в описании.